Фёдор Шаляпин – великий русский оперный камерный певец, обладатель уникального баса. Он был солистом Большого Мариинского театра, пел Метрополитен опера. Творчество легендарного баса получило признание не только в России, но и далеко за её пределами. Он пел для всех – для образованных людей и для народа. Народные песни в исполнении Шаляпина пользуются особенным успехом. В них звучит широкая русская душа, её необъятная удаль и размах. Фёдор Шаляпин родился в Казани 13 февраля 1873 года в простой крестьянской семье. Его родители поселились в городе, переехав в Казань из Вятской губернии. Отец мальчика Иван Яковлевич – грамотный человек, имевший хороший почерк, служил пищиком в управлении земства. Мать будущего певца Евдокия Михайловна вела домашнее хозяйство. Отец имел пагубное пристрастие к горячительным напиткам. В пьяном виде он становился буйным, нередко поднимал руку на супругу и детей. Родители рано обратили внимание на красивый дискант маленького Феди. Мальчик часто и с удовольствием подпевал своей матери певуньи. В 9 лет он сам попросил у регента Щербинина разрешение петь в церковном хоре. Этот человек принял участие в судьбе крестьянского мальчишки, прослушав его, и после сам обучил нотной грамоте. За пение в церковном хоре мальчик получал жалование. Отец семейства был практичным человеком. Церковное пение он считал легкомысленным занятием, не приносящим пользу. По его мнению, мальчика следовало учить ремеслу, которое могло бы прокормить его во взрослой жизни. Он пристроил Федора в ученики, крестному отцу мальчика, сапожнику. Кроме того, Федор успевал учиться в школе. Он показал себя способным учеником, окончил несколько классов начального образования с отличными отметками. Сначала паренек учился в частной школе госпожи Ведерниковой, однако был исключен оттуда за фривольное поведение. Педагоги застали его во время поцелуя с одноклассницей. Учиться в приходском и ремесленном училище Федору нравилось, но из-за тяжелой болезни матери учебу пришлось забросить. Отец устроил сына на работу. Молодой Шаляпин занял должность помощника писаря. Несколько лет юный архивариус посвятил переписыванию бумаг. Он называл этот временной отрезок самым скучным и печальным в своей жизни. В указанный период он не мог петь и очень страдал из-за этого. Голос певца переживал период ломки. Карьера юного архивариуса шла по накатанной дорожке. Ничто не предвещало ни взлетов, ни падений. Но однажды Шаляпин совершенно случайно оказался в Казанском оперном театре. Он внимательно прослушал все представление. Был по-настоящему очарован магией искусства. После посещения театра помощник писаря решил кардинально изменить сферу своей деятельности. К 16 годам голос певца уже оформился. Это был необычайно красивый, сильный бас. Федор решил пройти прослушивание в оперном театре. Но его ждала неудача. Неопытный певец не справился с испытанием. Но Федор не сдавался. Он обратился в драматический коллектив Серебрякова, куда и был принят статистом за смехотворное жалование. Сам Шаляпин говорил, что тогда он работал за пятак. Способности молодого певца не остались незамеченными. Со временем он стал исполнять вокальные партии. Через год он, заменяя заболевшего солиста, выступал на сцене с партией Зарецкого из оперы Евгения Онегин. Однако в драматической антрепризе певец не задержался. Через несколько месяцев его приняли в хористы музыкальной труппы Семенова Самарского. Вместе с труппой новоявленный хорист отправился в Уфу. Талантливый самоучка, невзирая на несколько провальных дебютов, со временем обрел сценическую уверенность. О его способностях становится известно Деркачу, руководителю малороссийского странствующего театра. Шаляпина приглашает в труппу этого театра. Он начинает гастролировать по российским городам. Но после театрального сезона молодой певец остается без работы и без средств к существованию. Одно время ему жилось так тяжело, что Федор даже подумывал о самоубийстве. Но когда певец оказался в Тифлисе, главном городе Грузии, неравнодушные люди посоветовали ему обратиться к Дмитрию Усатому. Знаменитый тенор, долгое время служивший в Большом театре, принял участие в судьбе щедро одаренного крестьянского сына. Он не только взял Шаляпина на полное обеспечение, но и долгое время занимался с ним. Певец учился и одновременно служил в местном оперном театре, исполняя басовые партии. Обучение нелегкому искусству пения у знаменитого тенора продолжалось в течение года. За это время Шаляпин разучил все популярные оперы, познакомился с этикетом. Усатов ввел певца в музыкальный круг. В 1894 году певец приезжает в Санкт-Петербург. Его принимают на службу в Императорский театр. Это было большой удачей для Шаляпина, но через некоторое время его стала угнетать строгая дисциплина, царившая в театре. Он ищет выход из этого положения и вскоре находит его. Меценат Савва Мамонтов приглашает певца работать в его театре. У Мамонтова было особое чутье на таланты. Он чувствовал, что молодой певец обладает огромным потенциалом. Шаляпина в полной мере устраивали условия, которые создал ему Мамонтов. Ему нужно было только петь, получая за это приличное жалование. В период своей работы в театре Мамонтова знаменитый бас полностью раскрыл свои вокальные, артистические способности. Он исполнил все знаменитые басовые партии из русских опер. Бориса Годунова, Русалки, Жизнь за царя, Псковитянки, Садко, Моцарта и Сельери, Хованщины. В опере «Фауст» Шарля Гуно певец выступал в роли Мефистотеля. Его басовая партия в этой опере до настоящего времени считается эталонной. Через несколько лет похожий образ Шаляпина воссоздал Варри Мефистотель на сцене «Ла Скала», что принесло ему мировое признание. В начале XX века певец стал солистом Мариинки. С этим театром он гастролирует по всему миру. Он ездит по европейским странам. В Нью-Йорке поет на сцене Метрополитен-оперы. В Москве – Большом театре. Теперь в его окружении находятся самые яркие представители творческой элиты. Фёдор Иванович тружит с Александром Куприным, Михаилом Врубелем, Коровиным, Сергеем Рахманиновым, со знаменитыми итальянским исполнителем Коруза, Руффа. Есть фотография, где выдающийся русский певец запечатлен в обществе своего близкого приятеля Максима Горького. Фёдор Шаляпин всегда был близок к народу, ведь он и сам был выходцем из его беднейших слоев. В 1905 году в Российской империи было крайне неспокойно. Рабочие организовывали стачки, забастовки, боролись за свои права. Шаляпин поддерживал рабочее движение своими песнями. В этот период он исполнял знаменитую «Дубинушку», «Доль по Питерской», «Другие народные песни». Собранные от его концертов средства, певец отдавал на нужды рабочих. Концерты в поддержку рабочего движения превращались в яркие политические акции. КОНЕЦ 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 Советская власть впоследствии высоко оценила вклад Шаляпина в революционное движение. Дружба с Максимом Горьким тоже стала настоящей охранной грамотой для великого певца. В период советского террора оберегала его от полного разорения. Большевики не забыли заслуги Шаляпина перед революционным движением. После того, как они взяли власть в свои руки, певец был назначен на высокий пост, получил высокое звание, стал руководителем Мариинского театра, первым народным артистом РСФСР. Руководящая должность стяготила артиста, и в 1922 году, когда он оказался на заграничных гастролях вместе с семьей, он решил больше не возвращаться на родину. Через несколько лет советское правительство лишило певца высокого звания народного артиста РСФСР. Интересный факт. Выходец из простой крестьянской семьи оказался всесторонне одаренным человеком. Он не только прекрасно пел, но и влекся живописью, скульптурой, имел актерские способности. В фильме «Иван Грозный» Иванова Гая он создал достоверный образ тирана-самодержца. В киноленте «Дон Кихот», снятый немецким режиссером, певец перевоплотился в благородного рицаря, воюющего с ветряными мельницами. В нашей библиотеке номер 18 Северного округа есть книга Фёдора Шляпина «Страницы из моей жизни». В настоящем издании объединены две автобиографические повести великого русского певца. «В страницах жизни, написанных много лет назад в России, я дал полный очерк моего детства, но лишь чрезвычайно бегло и неполно осветил мою артистическую карьеру. Настоящие книги я пытаюсь дать полный очерк моей жизни до настоящего дня». Писал Фёдор Шляпин. Писал Фёдор Шляпин.